Друзья, предлагаю вашему вниманию диалог нашего постоянного автора. Девушка расправляется со службой экономической безопасности. Обратите внимание сразу, хочу сказать, на голос этого экономического безопасника. Ну, как минимум, там должно быть по-другому все. Интонации, тембр, наверное, все-таки должен соответствовать должности. А там какое-то, извините за выражение, полупидор. Ну, уж у кого нежные уши, я вообще предлагаю с нашего канала уйти, потому что мы допускаем здесь нецензурное ругательство в отношении наших оппонентов. Итак, слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Банк службы экономической безопасности. Меня зовут Сергей Владимирович. Я Лену Леонидову. Слушаюсь. А, Лену Леонидову, по вашим обязательствам в нашем банке, мне необходимо знать, что вы предпринимаетесь, чтобы полностью свои долги погасить. Ну, как бы я так понимаю, что уже Рейхайзенбанк в очередной раз подал иск в суд. Я жду суда. Так, подождите, вот смотрите, исковое заявление, насколько я вижу, было подано еще в январе месяце, в 17. Да вот сегодня, вчера, позавчера приходят мне от вас, с вашего номера, горячей линии, смс-сообщение о том, что вы подали исковое заявление в суд о взыскании с меня, о полной задолженности. Это что, фейк? Нет, 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 нет. Я вижу, что да, был судебный приказ сначала выяснился. Который я отменила. Который я отменила, да, дальше что? Ну, да, это вижу. А 9 марта были направлены исковые заявления уже в суд. Вот. А теперь я буду ждать повестки в суд. И что? И что? И буду решать это в суде. Нет, я не думаю. Вы что думаете, я отказываюсь от своего долга? Нет, не отказываюсь. На данный момент у меня тяжелая финансовая ситуация, и я намерена все долговые свои обязательства с вашим банком решать в судебном порядке. Будет замечательно, если мне придет повестка в суд, я обязательно на этом суде буду, и буду защищать себя и свои права. Так, а кто ваши права сейчас нарушает, скажите? В смысле? В смысле? А я вам что сказала, что кто-то нарушает, я говорю, я защищать буду свои права. Вы о чем? Ну, вы о чем сейчас? Я о том, что почему вы не исполняете условия кредитного договора? Я вам еще раз сказала, у меня тяжелая финансовая ситуация, поэтому мне очень прекрасно и это благоразумно решать все свои долговые обязательства с вашим банком в судебном порядке. Так, Елена Визовна, решение суда вы в течение месяца по закону должны будете исполнить? Ну, мы это смотрим, потому что, как бы, есть еще судебные приставы, что и как. На данный момент у меня денежных средств нету, таких, которые просит банк. Нету. Ну, не просит, а мы наставим, чтобы вы вернули в банк. Я верну, конечно, через суд и судебных приставов, конечно. Тогда при чем? Это уже мы будем решать. Через приставов вы будете возвращать. Да, вы что? Ну, тогда решайте. Вы судья или кто? Кто вы? Вы кто? Пристав, судья. Ну, и что? Я говорю, вы сейчас мне говорите, что мой кредитор подал исковое заявление в суд, и у меня будет суд. Сейчас, что вы хотите от меня услышать? Мне сейчас взять, сесть, нарисовать 168 тысяч, и вам заплатить? И еще 114 тысяч 691 рубля 23 копейки по кредитной карте. Да, я сейчас нарисую, я сейчас нарисую и вам заплачу. Вам самому не смешно? Ну, а почему должно быть смешно? Вот мне смешно. Вы сейчас незаконно удерживаете чужие деньги. Почему незаконно? Потому что. А кто вам позволил нарушать условия кредитных договоров, Елена Леонидовна? Вы, давайте начнем с того, что это будет суд решать уже все. В нашем с вами этом вопросе суд ставит точку. Суд ставит точку, но не вы. Третья точка будет поставлена тогда, когда вы полностью рассчитаетесь с банком. Полгода уже история. Рассчитает, ну и что? Сколько она еще может продолжаться-то? Ну и что? То есть, Елена Леонидовна, получим мы решение суда. Так. Не будем мы обращаться к судебным приставам исполнителям. Вы полгода нам уже оплаты не производите. Смысл нам чего-то ждать. Мы просто продадим ваш долг сторонней организации. Да продавайте ради бога. И в дальнейшем будете общаться уже с сотрудниками какого-нибудь коллектива. Это мне не страшно. Знаете, мне это не страшно. Самое страшное в моей жизни уже произошло. А вот это вот то, что вы мне говорите, мне это не страшно. Так, а я вас и не пугаю, Елена Леонидовна. Ну вот и не надо. Вот знаете, мне это абсолютно... Почему вы говорите о каких-то судебных приставах? Потому что судебные... Ну решайте. Судебным приставом обращаться. Решайте. 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 Решайте, как-то делать, Елена Леонидовна. Решайте. Я что? Что-то вам говорю против? Так, Елена Леонидовна, а почему вы уклоняетесь-то от взятых на себя денег? Я не уклоняюсь. У меня на данный момент нет денежных средств. Что мне еще вам делать? У вас их уже полгода нет. И что? 11 дней вы оплату не производите. Ну и что? Что мне теперь сделать, если нет у них? Обыкновенно называется. Нет работы, потеряла работу. На данный момент не могу найти работу. Вот так это называется. Вы денежные средства не у мамы своей заняли, не у соседей. В кредитной организации. И что? То есть сейчас складывается такая ситуация, что вы незаконно удерживаете чужие денежные средства. Обращайтесь в суд. А почему вы свое имущество сами не продаете? Почему в правительственном порядке не продаете? Еще что мне надо продать? Еще что продать мне надо? У меня имущества нет. Как такового нет. Нет у меня имущества. Ну а куда вы денежные средства банка потратили? А что мне еще? Вам отчет предоставить? Чеки тоже? Чеки предоставить вам? Да, ну а что вы такой вопрос глупый задаете? Я верну долг, верну долг через суд. Тогда требования банка до 20-го числа этого месяца. Требования банка мне в письменном виде, в письменном виде по Почте России с уведомлением, что я получила ваши требования. На сегодняшний день я вам фиксирую уклонение от исполнения взятых ранений. Да фиксируйте что хотите, мне уже без разницы, мне уже это все не пугает, и мне это без разницы. Так а я вас-то не пытаюсь пугать, Елена Великимовна, у меня нет такой цели. Ну, тогда что? Я пытаюсь конструктивно с вами разговаривать по поводу взятых ранений. Нет, конструктивно вы с вами не разговариваете со мной, простите. Да потому что вы уклоняетесь со взятых ранений. От чего я уклоняюсь? Как я уклоняюсь? Я не ответила ни на один вопрос, ни на что. У нас нормальный диалог идет, я так понимаю. Когда вы будете возвращать денежные средства. Когда будут денежные средства, тогда я вам буду возвращать. Кто вам дал на это право, вот таким образом оплату производить? Слушайте, я их нарисовать не могу. Если бы у меня стояла печатная машинка, я бы уже их напечатала. И давным-давно бы их отдала. И никогда бы не довела эту ситуацию до такого. Но сложились такие обстоятельства, что я не могу. Сейчас это оплачивать. Вы просто не хотите. Да вы что? Вы как-то живете. Что-то едите. А вы что хотите, чтобы я вам все заплатила? И что? Умерла здесь с голоду. Не кормила своих детей. Да? Вы это хотите? А чтобы, извините меня, заплатила вот этим вот амбициям вашего банка финансовым. Причем здесь амбициям банка? Это так и получается. Вы никогда в жизни не войдете в ситуацию человека нормального и простого. Вам нужно только вот это все хавать. Не надо было деньги в банке заниматься. Когда я деньги в банке брала, у меня была стабильная работа и стабильный доход. Если вы мне сейчас вот аргументируете то, что я взяла деньги в банке, чтобы конкретно не платить, если вы мне сейчас это докажете, тогда будет другой разговор. Я брала деньги в банке, когда у меня была работа, и я это все выплачивала. У меня начались финансовые трудности. И я банк уведомила об этом. Мне сделали реструктуризацию. Потом, извините меня, я потеряла работу. Что мне нужно делать дальше? На данный момент я работу ищу. Ищу. И что? Что и что? Предложите мне... Что хотя бы? Какие сейчас могут быть минимальные платежи, когда у вас пения, извините меня, сумасшедшие, и в первую очередь вы будете списывать именно эти пения, а не мой долг, который я буду погашать. Предоставьте мне, пожалуйста, судный счет, и я буду погашать по пятьсот, по тысяче, по пять тысяч. По той сумме, по которой... Мне это интересно. А вот вам это не интересно. А потому что банку это выгодно. Вам это не... Вот именно, что банку это не выгодно. А выгодно это мне. Вот поэтому... Вот поэтому... Да вы что, вот мне... Мне... Вот именно. А если мне захочется, и если я это хорошо постараюсь, то я этого добьюсь. А если не добьюсь, то, пожалуйста, через суд и судебных приставов мы будем весь этот вопрос решать. Молодой человек, я не буду больше с вами... Каким образом? Это уже вас не касается. А почему вы выставляете банку свои требования? Я ничего не выставляю, я с вами веду диалог. Я не выставляю никакие требования, я просто вам... Вы не выставляете банку свои требования. Нет. Требования выставляются в письменном виде. Я с вами веду диалог, как сотрудникам банка. Вы полгода вообще ничего не платили. Да. Вы говорите, я буду платить по пятьсот рублей. Кому это интересно? На судный счет, если вы мне его предоставите. Я запрос в банк отправила, до сих пор я не получила ответа. Вот если мне банк предоставит судный счет, я буду платить. А вот на этот счет я не буду платить ни копейки, потому что вы будете это списывать. Только на свои, на какие-то пении и туда-сюда. Вы мой долг списывать не будете. По тем денежным средствам, которые я буду, извините меня, оплачивать. Поэтому я буду оплачивать только через суд. Фиксированную сумму, которую мне выставит банк, через суд и судебных приставов. А там как вы хотите, как вы хотите, так и поступайте. В добровольном порядке для меня подразумевается через судебных приставов. На данный момент я добровольно им буду оплачивать. Это принудительное. Это для вас это принудительное, а для меня нет. Елена Левиновна, ваша позиция в корне неверна. Ну знаете, мне мою позицию не надо комментировать. Она у меня есть одна, и она у меня будет. А все свои как-то сумму, личные мнения оставьте при себе. Мне это неинтересно. Елена Левиновна, вот об этом надо было думать, когда денежные средства в практике. Вот об этом, знаете, когда я брала денежные средства, была и финансовая ситуация в стране совершенно другая, и работу я имела нормальную и с хорошим заработком. А сейчас, вы знаете, не вы мне будете тут что-то указывать, как мне жить. Да, будем указывать. Нет, не будете. Не будет. Будем? Нет. Я так понимаю, что из-за вашей жизненной позиции работу вы нормально найти не можете. Да вы что? Это ваше сугубо личное мнение, мне на него наплевать. Да нет, наплевать, полгода человек не может найти работу. Что вы мне со своим полгода вот тут, вот тут, вот это все смешно? В коллектора вот предлагали, но не пошла, понимаете? Не хочу я людей доводить вот до такого сумасшествия, до которого вы доводите. Вот до которого вы доводите. Службы взыскания, коллектора, какие у вас сотрудники работают. Кто вас доводит? По-моему, это вы доводите банк. Да вы что? Я банк довожу. Господи, да если бы это было в моих силах, я бы его уже довела до самоубийства. Поверьте мне, если бы это было в моих силах. Чтоб вы там все застрелились. Это только для того, чтобы деньги не отдавать, правильно? Нет, это для того, чтобы вы были нормальными людьми. А мы не нормальные? Вы? По-моему, ненормальную ситуацию вы создали. Так, все, что вы еще хотите от меня услышать? Давайте заканчиваем диалог. Я хочу, чтобы вы до 20-го числа... Еще что вы хотите? Вы внесли по 5 тысяч рублей на каждый ваш долг. Все? То есть оплата от вас поступит? Нет, конечно, у меня нет таких денежных средств. Сейчас я фиксирую отказ. Ну, в любом случае, мы с вами будем еще связываться. Да, конечно. Только, пожалуйста, согласно 230-му федеральному закону связывайтесь. И корректно со мной себя ведите. Вот вы корректно со мной... Нет, вы корректно. Вы корректно, у меня претензий к вам нет. Но есть такие сотрудники в вашем банке, которые могут и матом разговаривать, и мужу моему звонить матом разговаривать. И есть у меня определенные номера, и я уже готовлю заявление в прокуратуру на ваших сотрудников. К вам у меня претензий нет абсолютно? Нет, не думайте. Елена Леонидовна, только единственное, в соответствии с этим законом, на который вы ссылаетесь, здесь, в 30-м, есть еще один такой пунктик. Мы уже через суды проходили, и только, ну, просто для себя ответить, что делайте. Ага, я отделаю, конечно, давайте. Нам важно, чтобы разговор был конструктивным. Вот именно. Вот с вами разговор был конструктивный. Нет, я считаю, что такого разговора у нас с вами не получилось. Не получилось, но это ваше право, считайте, как хотите. А конструктивный диалог у вас заключается в том, что как бы должник согласился на оплату своего долга. Вот это будет конструктивный, я так понимаю, да? Ну, или хотя бы какой-то адресовал план действий реальный. Я вам сказала, план действий подаем в суд, и в судебном порядке мы с вами будем все решать. И решение суда в течение месяца вы исполнили, как по закону положено, да? Решение суда? Или потом, когда мы, я, может быть, направим исполнительный лист в службу судебных приставов, Вот через судебный, вот именно, давайте, давайте, конечно, нет, 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 у меня будет целая куча обыкновенного. Вы же сказали, вы буквально недавно мне сказали, вот несколько минут назад, Что вы не будете отправлять судебным приставом, а будете продавать мой долг. Возможно и так. Да? Почему нет? Так, ну вы определитесь в своих решениях. Так, мы будем определяться после того, как судебное решение заказано. Ну, давайте, давайте дождемся судебного решения, а потом уже возможно... Ну что, друзья, аплодирую стоя и вас призываю, ну, как минимум лайк поставить за этот прекрасный диалог с этим сопляжуем, да? Сейчас давайте сразу сначала про него. Вот такое ощущение, что, приходя на работу, он сразу полстакана, извините, там, за выражение соплей в рот набирает, и вот это вот у него... Да, с дикцией, конечно, сложности, и, как правило, это не исключение из правил, это уже правило у коллекторских особей, что-то всегда либо с мозгами, либо с дикцией, либо и то, и другое. Ну и, конечно, с сексуальными наклонностями, да, тоже, да, мы с вами в этом уже давным-давно знаем, заметили. Ну а что касается, значит, самого диалога, позвольте, я дополню, да, вот тут даже комментарии какие-то излишние, но многим, может быть, непонятно была вот эта вот ситуация с суммным счетом. Здесь я подозреваю, я просто... Ну, нас много на мастер-классах студентов за прошлый год прошло, мы 10 потоков выпустили, и подозреваю, что это, скорее всего, студент нашего, одного из наших потоков, вот. Там у нас есть особое внимание, мы уделяем судному счету. Что такое судный счет, друзья? Судный счет формируется, как только вы подписали кредитный договор. То есть, помните старое древнее слово «суда», «суда», то есть суживали деньги, да, раньше на работе люди суды брали и так далее, ну и было модно называть любые вот эти вот кредиты судами, да, то есть, если сумма более или менее там не пятерка рублей, да, не червонец, а какие-то значительные деньги, то это называлось «суда». И это в корне верно, потому что именно суда и есть то самое тело кредита. И формируется всегда судный счет. Если человек получает судный счет и оплачивает свои платежи на судный счет напрямую, то банк технически не может списать эти деньги куда-нибудь налево. Почему у всех у вас после получения кредитного договора на руках и помимо кредитного договора появляются какие-то карты дополнительные, через которые нужно оплачивать этот кредит, какие-то дополнительные счета, книжки вам открывают, типа сберегательных, да, все лишь для того, чтобы вы деньги клали, вносили не на судный счет, а вот на эти расчетные счета, и вы, конечно же, не вникаете, что вы подписываете, когда вы открываете, да, вам просто говорят, откройте счет, открытие любого счета, это по сути какое-то коммерческие отношения юридические вы заключаете с банком, вы, естественно, подписываете, не вникая, что вы подписали, а там четко написано, что банк по вашему разрешению с этого счета может списывать деньги куда захочет, естественно, в счет погашения кредита, в счет погашения пенничек, каких-нибудь еще там штрафов, ну, короче, вот эту вот шапку свою долговую удовлетворять, то есть у вас там набегают какие-то суммы штрафные, санкционные, и, соответственно, вы вносите какие-то посильные деньги, а они полностью растворяются в этих штрафах, а тело кредита только растет, вот это я, кстати, всегда говорил многим, ну, я очень часто повторял, что не вздумайте соглашаться платить хоть сколько-нибудь, хоть сколько-нибудь, если даже вам юристы об этом говорят, как только слышите от юриста совет, что платить надо хоть сколько-нибудь, чтобы оставаться перед банком чистым, сразу же бегите подальше от этого юриста, это, скорее всего, либо неопытный человек, либо вообще ставленник банковский, а поверьте, таких очень много юридических контор, которые ставят свои, ну, сами банки их открывают и якобы помогают должникам, на самом деле вся их помощь заключается в том, чтобы заставить человека хоть каких-то денег платить и все, вот, хоть какие-то нельзя платить, либо полностью все и сразу, получая справку о закрытии кредита, либо ничего вообще, вот так вот, кстати говоря, почему так устроено, вы можете на сайте у нас посмотреть, ссылочка на сайт в описании этого ролика есть, и вот сейчас, когда вы слушаете, посмотрите, в правый уголок вылезет подсказочка, там, собственно говоря, она кликабельна, вы можете на нее нажать и попадете на наш сайт, ну, и, конечно же, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, автору огромное спасибо за ролик, ждем еще от нее материал, ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты и компания Аля, всего хорошего, до свидания, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!